Вот уже несколько дней на улице Леселидзе работает крупная техника. Сначала был высыпан материал, теперь грейдер метр за метром укатывает поверхность. Сложный рельеф – проблема каждого горного села. В этом находится порядка 50 домов, проезд которым затруднен. Чтобы добраться на дачу, Людмиле Рябиной и ее супругу пришлось временно пересесть на русский внедорожник. Мы, конечно, очень счастливы, что нам приводят дорогу в порядок, потому что машина у нас основная, низкая, маленькая, Тойотка, и очень тяжело по этим ямам и камням было ездить. По этой дороге ездят не только владельцы садовых участков, но и родственники и друзья усопших. Неподалеку находится кладбище. В этом году мы стараемся это сделать заблаговременно, к началу весны, для того, чтобы люди к Пасхе спокойно могли навестить могилы своих родственников, потому что в конце этой улицы у нас находится сельское кладбище историческое. Здесь порядка 4-5 километров грунтовой дороги, которая, естественно, каждый год из-за обильных дождей в зимний период вымывается. Поддержку в ремонте дорожного полотна оказал глава Хостинского района и руководитель одного из сочинских предприятий по добыче камня. 160 кубометров щебня потребовалось для того, чтобы разровнять дорожный профиль. Он продержится как минимум до следующего зимнего сезона. Кстати, по программе перспективного развития сети автодорог Краснодарского края эта улица включена в реестр по строительству асфальтовой дороги. Уже выполнены проектные работы, необходимо лишь дождаться выделения средств.